ЧЕРЧИЛЛЯ ТРЕТЬЕГО Кто-то скажет по поводу того, что я им что-то путаю или возможно ввожу кого-то в заблуждение, потому что ранее я говорил, что мне не выпадают машины из контейнеров, хотелось бы внести ясность. Мне не выпадают машины из платных контейнеров, ни на одном аккаунте мне нормально не выпадали машины из таких контейнеров, которые можно приобрести за золото, либо за реальные деньги. Причем я со счета уже сбился и за 8 лет реально мне выпала одна машина на твинке и та меня абсолютно не устроила своим качеством. Короче говоря, ребят, эта машина выпала мне из бесплатного контейнера, из которого, слава богу, периодически мне действительно что-то падает. Что касается самой машины. Ее сейчас предлагают вам приобрести за полторы тысячи голды. Вроде бы как бы и недорого, но и полторы тысячи голды они на дороге не валяются. Да, набор не просто машина голая, это уже хорошо. В набор положили 7 дней према, а за премами сейчас многие гоняются, потому что они перестали выпадать из контейнеров. Сертификаты на них уже не падают, вы получаете только x5, x4 и то после выполнения приказа на их получение. Короче, ребята, разработчики существенно усложнили задачу по премиализации своего аккаунта, ну и соответственно быстрому прохождению веток. Есть вот такой вот Камо, я бы не сказал, что он плохой, но просто на данной машине он смотрится немножечко не сильно красиво, я бы так это назвал, но опять-таки на любителя. Есть x5, но опять-таки только на Черчилля третьего, и хорошо это или плохо, я считаю, что это в принципе, ну не очень, потому что помочь прокачать ветку не получится, а на пятом уровне, да еще и на Черчилле, ну особо много свободки и элитного опыта ты не поднимешь. Поэтому в целом вот это вот, ну не есть гуд, лучше бы здесь было x5, 5 сертификатиков, но на любые виды техники, вот так было бы интереснее. Что касается сертификата на исследование танка, на пятый левел, ну честно говоря, у меня смех вызывает, потому что там исследовать-то особо нечего. За пару боев, за пару десятков боев вы вполне спокойно себе выкатываете пятый левел без каких-либо скидок. Поэтому тоже не считаю какой-то ценностью, слот в ангаре, открытое все оборудование, которое тоже, кстати, ребят, на пятом левеле особо недорогое, поэтому много серебра потратить вам не придется. С другой стороны, это всего лишь полторы тысячи золота за машину. Вот здесь необходимо нам, ребята, с вами довольно-таки скрупулезно разобраться в вопросе, стоит ли полторы тысячи золота вот эта вот машина. Итак, на пятом уровне у нас есть три машинки. Т-14, Черчилль-3 и Экселсиор. Это тяжелые танки премиумные, которые есть на пятом уровне. Каждая машина хороша по-своему, ровно как и плоха одновременно. Что касается брони по Черчиллю-3, то я бы не сказал, что это имба брони. Да, классно, типа забронированный нижний бронелист, но нафиг это сделано, с учетом того, что верхний бронелист вообще никудышний, а его башня пробивается просто на ура, 92 мм, и приведенки в прямой проекции здесь нет, ну просто потому, что она прямая, как угол дома. То же самое касается и бортов, 92 мм. Здесь у нас вроде бы что-то как-то есть, но от чего есть? От фугасов, потому что бронебойные сюда прилетают просто на ура. Корма, тут вообще разговоров никаких нет. Короче говоря, ребят, машина особой броней не отличается, но на удивление она имеет рандомные рикошеты. Как это происходит, я вообще не понимаю, с учетом того, как машина выглядит, но короче говоря, что есть, то есть. Если говорить о конкурентах, я имею ввиду тяжелые танки премиумные на пятом левеле, то тот же самый Excelsior куда повеселее в этом отношении. Здесь и брони уже по 120 мм, и вот здесь вот в планке, которая защищает мехвода, за которой он там сидит. Верхний бронелист, да, пускай не хорошо бронирован, но имеет очень просто шикарный угол наклона, поэтому здесь приведен к 212 в прямой проекции. Нижний бронелист 156 и передняя планка стыка бронелистов верхнего и нижнего 114. Короче говоря, вот эта машина по броне гораздо веселее, гораздо интереснее. Тоже есть, безусловно, серые зоны, в которые можно пробивать, но, ребят, все-таки лучше, чем у Черчилля. Ну и Т-14, казалось бы, здесь 53 мм, но у него угол здесь такой, что бить его немножечко сложновато, особенно если ты немножко рамбуешь. Ну а отыгрывать на нем от башни, ну сам боженька велел, если есть такая возможность, потому что здесь очень хорошая приведенка, много скосов, да и брони здесь, обратите внимание, 109 в прямой проекции, напомню, у Черчилля 92. Поэтому, ребят, по броне Черчилль, безусловно, ну крайне-крайне далек от идеальности. Вот сравнительная табличка на Черчилля 3-го и Черчилля проходного, Черчилль 1-й. Обратите внимание, безусловно, в отношении ДПМа преобладает Черчилль 3-й, но все-таки не настолько, чтобы прям быть имбой по сравнению с проходной машиной. Причем пробитие у проходной машины 145 мм, у Черчилля 3-го 110 мм. Чувствуете разницу, то есть против кого вы можете бодаться своим пробитием? При том, что альфа у них абсолютно одинаковая, время перезарядки, в принципе, рядом лежат. Ну и что касается всех остальных показателей, то, в принципе, машины, я бы сказал, практически одинаковые по играбельности. Да, у Черчилля 3-го есть доходность 151%, но, ребят, давайте посмотрим сначала на сравнение с Экселсером и Т-14, насколько это действительно хорошо. Как видите, ДПМ у всех трех машин одинаковый, пробитие тоже, я бы сказал, одинаковое, альфа та же самая, время перезарядки, выстрелы в мин... Короче говоря, ребят, по орудию это практически три брата-близнеца. Что касается сведения, да, безусловно, Черчилль 3-й типа лучше, но обратите внимание на разницу, я бы не сказал, что прям существенно. Что касается подвижности, то здесь Черчилль очень сильно проседает, 28 против 34 и 39. Согласитесь, это крайне существенно, даже в процентном соотношении, как видите, 20, а то и 40%. Короче говоря, разница просто такая, знаете, как провальная какая-то пропасть. Что касается доходности, то 151 типа там смотрелось при проходной машине, когда смотришь прикольно, но когда ты видишь 162 у Т-14 и у Экселсера 153, понимаешь, что 151 как-то немножечко не хватает, особенно если сравнивать с Т-14. Кого из этих ребят я бы рекомендовал? Я бы рекомендовал все-таки присмотреться, если вам уж надо премиумный тяжелый танк пятого уровня, какой-нибудь там, я не знаю, в коллекцию или просто погонять, то остановить свой выбор все-таки на Экселсере. У него самое нормальное сочетание подвижности с броней и с его, скажем так, поворотливостью в бою, потому что Т-14, он все-таки лучше, безусловно, чем Черчилль 3, но все равно похуже будет, чем Экселсер. А как я уже сказал, по орудиям данные машины абсолютно одинаковые. Так что же собой представляет Черчилль 3 непосредственно в бою? Ну давайте заедем туда и посмотрим, что мы сможем на данной машине сделать. Давайте посмотрим перед этим на технические характеристики по орудиям. Смотрите, здесь есть два орудия. Одно орудие базовое, второе вы себе откроете. Ну долго у вас это, точнее не так не долго, а много времени у вас это не займет. Вот, и вы получаете 110 пробития, 160 альфа, углы склонения вниз минус 8, но толку от них есть только вот в случае, если вы где-то на неровностях, чтобы было удобнее прицелиться. Не более того, потому что отыгрывать от башни, ну толку вообще никакого нет. Время перезарядки 5.72, ДПМ 1680 округляя, время сведения разброс, цифры вроде бы приятные и классные, но давайте будем это все дело заценивать непосредственно в самой катке, куда мы с вами и обращаемся. Быстренько забегая на первую попавшуюся карту, в частности, сейчас мы будем играть против шестерок. Это не очень хорошо, потому что Черчиллю с его уровнем пробития против шестерок, я бы сказал, немножко дискомфортно. Если я правильно помню, то у меня сейчас все установлено так, чтобы улучшить время перезарядки. После этой катки мы обязательно зайдем с вами на улучшенном бронепробитии, посмотрим, что машина сможет в таком случае. Я сразу двигаюсь в город, ну просто потому что с моей подвижностью находиться где-то на открытой местности, это смерти подобно. Меня, к сожалению, никто не поддерживает. Даже не знаю, ребят, что делать. Ну, наверное, мне стоит тогда в город действительно не ехать. Не знаю, каким образом я сейчас буду всех их догонять и занимать свою позицию где-нибудь на карте, но по подвижности, ребят, машина крайне унылая. Если вы играли на АТ-2, то вот приблизительно вот так вот вы будете себя чувствовать. Единственное, что да, безусловно, в стороны машина поворачивается поприятнее, чем АТ-2, но не особо. То есть, если вот прям совсем так, знаете, сесть, задуматься, попытаться напрячь свои воспоминания, тогда да, окей, но вот прям, чтобы ощутимо разница была, нет. Поэтому едем как на АТ-2, в горку поднимаемся крайне-крайне туго. Там уже полным ходом идет замес. Поэтому, ребят, будьте готовы к тому, что Черчилль-3 это машина, на которой вам сразу с самых первых секунд боя необходимо грамотно, взвешенно принять решение, куда вам ехать. Если вдруг, как я сейчас в начале боя, вы замешкаете, то поменять свое направление вам уже будет очень сложно. Вы либо приедете на новую позицию поздно, когда ваших всех разобьют, но либо вы приедете на эту позицию поздно, но уже когда разбили красных. Поэтому, ребят, помните о том, что подвижность явно не ваш конек. В чем конек данной машины? Да я, честно говоря, и не знаю. Вот у меня есть эта машина, я на ней периодически выезжаю, вот просто для того, чтобы там покатать и вспомнить, каково это было. Но удовлетворения от игры я не получаю абсолютно никакого. Та же самая проходная машина в отношении тех ощущений, которые может вам даровать, ничем абсолютно не отличается от Черчилля-3. Нафармить на этой машине что-то практически невозможно. Ну вот серьезно, кто там сзади? Ой, прости, брат, я случайно, честное слово. Сам не люблю ребят, которые сдают назад, упираются в тебя, но порой бывает такое, что действительно не заметил. Некоторые делают это принципиально, у кого-то это получается случайно. Так, блин, ну вот что делать? Попадание под башню, просто супер. Точность у орудия хорошая. Здесь я не буду говорить ничего плохого про данную машину, но все-таки от этой точности, ну толку мало, с учетом того, что тебя, блин, пробивают просто на ура и играть на ней как на ПТшке, ну как-то, честно говоря, скучновато. Все-таки это тяжелый танк и его задача по большому-то счету должна была быть в том, чтобы продавливать направление. Откатиться назад я не успею, мне не хватит подвижности. Пробить этого товарища, да я, честно говоря, не знаю, получится ли это. Сбил ему гусеницу, окей, хорошо, молодец. Надеюсь на то, что я сейчас... Зря надеялся, не смог я ничего сделать. Как вы видите, башня спереди пробивается просто на ура. Да, я не спорю, это была машина шестого левела и непростая машина с хорошим уровнем пробития, но меня не только она пробивала, и обратите внимание, как бы я ни становился, что бы я ни делал, пробивать все равно будут. Убежать на этой машине просто нереально. Сдать назад для того, чтобы спрятаться, тоже нереально. Вот Мэджай сейчас некрасиво поступает, он толкает Кроуса вперед. Это то, о чем я говорил. Одни ребята делают что-то случайно, другие ребята делают это специально и без каких-то нормальных, возможных пояснений в данной ситуации. Наверное, просто Мэджай пожадничал, хотел добрать товарища, но в итоге слился сам в ангар, да еще и Кроусу, блин, жизнь подпортил, за что Кроус его нагло сейчас таранит. Ну что, сейчас досмотрим результаты данного боя, ну и, соответственно, запрыгнем в следующую катку, поставлю себе на пробой и посмотрим, может там что-то более годное получится. Итак, друзья, бой закончился, смотрим на результаты. Особо ничего такого здесь, ну, не получилось, просто потому что изначально выбрал себе неправильное направление. С себя вины абсолютно никакой не снимаю. Действительно, бывают такие косяки и, что, ребят, необходимо понимать, что и у вас такие косяки тоже могут быть. Поэтому, если вы хотите знать, как действительно играется машина в ваших руках, скорее всего, точнее, будет играться, смотрите честные обзоры на машину. И я бы не рекомендовал вам основывать свой выбор покупки премиумной либо коллекционной машины на основе того видео, который снял скилловый игрок, у которого каждая машина в руках практически идеальна. Ну, просто потому что не факт, что у вас получится настолько хорошо машину реализовать или реализовать ее потенциал. В чем потенциал Черчилля третьего, я, честно говоря, не знаю. Ну, вот серьезно, я не понимаю, в чем потенциал. Сказать, что потенциал в хорошем времени КД, так есть еще две машины на уровне. Сказать, что потенциал машины можно реализовать за счет высокого ДПМа, опять-таки, с точным таким же ДПМом есть еще две машины. Но только те машины, они хотя бы живучие, и на них можно по карте передвигаться. А когда ты еле едешь, когда ты не можешь сдать назад для того, чтобы спрятаться, и в это время, пока ты пытаешься как-то там раком-боком назад откатиться, тебя разбирают, ну, приятного в этой игре крайне мало. И машину все-таки стоит себе покупать не только исходя из того, сколько фарма она может принести, или какие результаты по там среднему урону, а сколько удовлетворения от игры ты сможешь получить. Бывает такое, что ты наносишь за бой там тысячу-полторы тысячи урона, но при этом ты получаешь массу позитивных эмоций. На этой машине ты реально получаешь только негативные эмоции. Блин, я, кстати, забыл, я не переставил на пробитие. И сейчас явно это со мной сыграет злую шутку. Остановись на секунду. Ну, постой ты, ну, дай выстрелить, в конце концов. Практически попал. Блин, прям над головой у него пролетело. Так. Вот сейчас это просто был не фарт, потому что я попал реально в стык, хотя мог его пробить. И это, ребят, мы работаем на голде сейчас. Ну, давай, подъезжай ближе. Нас тут двое. И что мне подсказывает, что нас обоих ты отправишь сейчас в ангар отдыхать. Ну, БДРГ, поддержи. Что ж ты выкатился и назад-то спрятался, брат? Так никто не делает. Ну, уже едь давай. Я ж сам-то его разбирать не смогу. Толку от тебя здесь. Но едь хотя бы в урон, я не знаю, принимай какой-то на себя, если ты не можешь ему ничего сделать. От того, что ты будешь стоять, блин, ну, реально мы на победу явно отсюда не выйдем. Я так понимаю, что на результаты фарма по концу боя мы можем в целом не смотреть, даже если будет победа, и победа годная. Потому что я сейчас работаю исключительно на голде, потому что... Потому что я лень. Потому что надо было поставить на пробитие, и тогда, может быть, бы немножко повеселее было. Ладно. Вот так вот отработали меня. Как вы видите, абсолютно спокойно меня пробивают опять, куда попало. И в лоб башни, и в бартайм. Короче, просто, просто в хламину разбирают. И ромбовать как-то, или становиться каким-то там, я не знаю, матюком, все равно не получится, ребят. Машина, я же говорю, такое впечатление, что топором деланная, и по большому счету, как ты на ней не стань, все равно тебя пробьют. Досматриваем бой. Сейчас держу палец крестом для того, чтобы реально не забыть переставить на пробой, и попробуем все-таки с повышенным пробоем поиграть немножко. Итак, друзья, бой закончился. 630 единиц нанесенного урона. Я работал исключительно голдовыми снарядами, потому что против объекта мне противопоставить нечего было базовым снарядам. И в своей команде по урону я нахожусь там практически внизу. Сейчас переставляем с вами оборудование на увеличение пробоя, но обратите внимание, пробой увеличивается всего лишь на 5 единиц, поэтому я не думаю, что это прям действительно существенно что-то зарешает. И таким образом получается, что на Черчилле против шестерок приходится постоянно работать именно голдой. А работая голдой, вы реально просто в минус выкидываете себя по результатам вашего фарма. Да и фарма как такового не будет. Фарма это когда вы получаете что-то в плюсе, когда вы получаете в минус, это тупо существенные постоянные потери. И Черчилль 3 меня этим очень сильно, я бы не то что сказал не радует, он меня очень сильно огорчает этим. Не знаю, ребят, у меня по Черчиллю уже давно устоявшееся мнение, что из трех премиумных машин на своем уровне данная машина является ну реально самой худшей. У него нет подвижности, у него нет брони. Я не понимаю, каким образом данную машину балансили. То есть если бы данной машине, я не знаю, с учетом скудной подвижности, насыпали допустим там, я не знаю, брони нормальной, окей, хорошо, было бы хотя бы понятно, за что ты мучаешься вот так вот разворачиваясь на месте. Если бы, допустим, там ему оставили такую броню, как она есть, но дали вот такую подвижность какую-то бодренькую, ну вот как у объекта 244-го, допустим, то тогда я бы понимал, за что я такой картонный. Если вы уже даете такую подвижность, если вы уже даете такую скудную броню, ну так дайте мне тогда, я не знаю, там, скорострельность орудия, такую же, но с большей альфой или там с большим пробитием. А также у меня лично складывается впечатление, что балансируя данную машину, разработчики исходили из того, чтобы в нее собрать все самое худшее, что только можно было втыкнуть в эту машину. Вроде бы, типа, она не должна быть хуже, чем двое собратьев по уровню. Но по большому счету у ребят-разработчиков реально получилось сделать уникальное. Они сделали машину просто невыносимо нудной, они сделали ее крайне неживучей, и они сделали ее крайне бестолковой, потому что толку от этой машины в боях реально нет вообще никакого. Я вот сейчас боюсь ехать реально на врагов, ну просто потому что я понимаю, чем для меня это закончится. Я постоянно прячусь. Я вроде бы должен быть каким-то танком тяжелым, который продавливает направление, но по большому счету сейчас продавливать будет меня, вот допустим, та же самая СУ-100У, и причем у нее это получается довольно классно. Она сейчас мне продавила больше, чем на 50% моего запаса прочности. Меня тупо разбирают, блин, и на ней, ну, нереально найти себе место в бою. Короче, ребят, это сущие мучения, я даже не буду досматривать результаты данного боя, потому что на данной машине ни в одном бою нормально сделать что-то не получается. Ну, может, один бой из десяти, это как максимум. Ребят, если вы хотите себе взять пятый уровень, тяжелый танк, возьмите себе Excelsior. Не нравится вам Excelsior, хотите чего-нибудь более нудного по подвижности, но с более хорошо отыгрывающей броней, возьмите себе Т-14. Ребят, я всегда говорил, говорю и буду говорить, я никогда не порекомендую вам приобретать что-то, что потенциально может вас расстроить. И Черчилль, третий, он расстроит вас. Ребят, ни в коем случае не приобретайте себе данную машину, разве что, если вы какой-то коллекционер, у вас есть свободных полторы тысячи голды, вам ее абсолютно не жалко отдать для того, чтобы машина стояла в вашем ангаре. Но не более того, я больше чем уверен, что конкретно на Черчилле третьем вы не будете заезжать в бои ради того, чтобы получать удовлетворение от самого игрового процесса. Поэтому пусть лучше будет в ангаре вот так вот, чем здесь будет стоять Черчилль третий. Это было абсолютно честное мнение по поводу Черчилля третьего. Если вы с ним не согласны, пишите свои комментарии. Если вы за честные обзоры и за честность автора, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok